Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! Сегодня у нас будет прогулка по Петербургу, по центру, конечно же, с модным уклоном. Да-да-да, как обычно, с модным уклоном. Дорогие друзья, сегодня будет очень много необычных, спорных, интересных, оригинальных образов. И у меня к вам огромная просьба в комментариях деликатно, деликатно отражать свое мнение в адрес тех или иных модниц и модников. Здесь мы с вами находимся сейчас на Невском проспекте. 29 июня, в понедельник, уже открыли террасы. Вот мы видим, как их готовят к этому открытию. Каждый завлекает, чем может. Где-то поют музыканты, идет уборка, украшения. И в наш кадр попадает модница номер один. Total Blanco. Все белое. Total White по-английски. Но я, как обычно, перехожу на испанский. Вы видите, что первые кораблики уже ждут, ждут своих туристов, но пока здесь еще никого нет. Честно говоря, я не знаю, открыли или нет маршруты. Должны уже. Ну, а в кадр попадает другая модница в роскошном черном платье с открытыми плечами, в черно-белых кедах. И это просто шикарная девушка, шикарное платье. И это настоящая модница Петербурга. Ну, а сейчас мы с вами снова прогуляемся по улице Рубинштейна. Я снимала уже в другой день. И сегодня было уже как-то поменьше народу. Ну, вот в этот день, когда я снимала. Потому что, как выяснилось, это был день, когда проходили алые паруса. И поэтому очень много народа ушло смотреть. Смотреть, дислоцироваться в районе Невы. И на улице Рубинштейна как-то более прорежено. Хотя все равно, конечно, хватает народу. И мы с вами просто прогуляемся по этой улице. Сегодня я смотрела ролик Варламова. Он приехал очень ранним поездом и прогулялся по улице Рубинштейна. Ну, правда, это чуть раньше было. И она была совершенно пустая. Не похожая на ту, которую мы видим сегодня. И на ту, которая, в принципе, бывает всегда. Ну, сейчас она тоже какая-то, знаете, немножко странная. Но я надеюсь, что совсем скоро, совсем скоро... Стоп! Ну, дорогие друзья, вот эти девушки видели, что я их снимаю. Я сказала, ну, нет, нет, я не могу просто для своего стрит-стайла не снять ваши шлепанцы. И они так любезно разулыбались. Вот, видите, да, террасы, террасы. Пока еще они не наполнены. Но, 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 совсем скоро, я думаю, что улица Рубинштейна сживет своей обычной жизнью. Вот, приходится веселиться и танцевать на улице. Вот, ну, я хочу сказать, что не говорите мне о том, что девушка не знала о том, что я ее снимаю. Я одна стояла. И она фактически танцевала для моей камеры. И для вас, дорогие друзья. Тоже еще пока не открывшаяся веранда. Ну, вы видите, что молодежь уже сидит на пледах. И сотрудники такие, знаете, так это невзначай бросили пледы. Ну, типа, мы еще закрыты, но, но посидеть на полу уже можно. Уже можно. Вот, и на подносиках тут что-то такое на вынос имеется. Это, кстати, улица Рубинштейна такая, я не пойму, это, по-моему, фартук был, было кафе фартук или счастье. Они рядом там расположены, я их путаю немножко, может быть, счастье даже. А это мы потом с Луисом присели уже около ресторана Куба. И взяли на вынос там немножко напитков себе, безалкогольных, если что. И я немного поснимала вот с одного места, с одной дислокации прохожих на обратной стороне. И те, которые приближались на меня, на мою камеру, вот, когда мы сидели. И тоже, кстати, все видели, что я держу телефон фронтально. И особо не обращали внимания. Кстати, хочу сказать, что жители Петербурга, они привыкли к тому, что камеры везде, что везде все снимают. И они как-то, я бы сказала, неболезненно реагируют. Вот, я вот обожаю такие платья. И вообще, вот этот весь наряд, это прям супер, супер. Одна из моих фавориток этого ролика. С красной сумкой. Или с какой-то пестрой сумкой. Я, дорогие друзья, немножко иногда могу в комментариях допускать какие-то неточности. Потому что, когда я записываю озвучку, у меня этот экран очень маленький, прям крошечный. Поэтому какие-то мелкие детали, я думаю, что вы даже на большом экране лучше сможете рассмотреть. Конечно, я всех своих героев люблю, обожаю. Других, что называется, в ролик не включаю. Вы видите, да, какие интересные наряды. Один круче другого. Оп! Какой классный бантик. Причем я снимала другую девушку, да, вы видели. И вдруг вот неожиданно сзади, со спины вошла девушка с таким интересным бантом сзади. Любовь петербурженок к платьям, к романтическим таким женственным образом и силуэтам, я бы сказала, ну, возможно, уникально. Потому что вот мы даже обсуждали с моей дочкой стрит-стайл Петербурга. И, ну, естественно, сравнивая там с Нью-Йорком, да. Вот. И я прошу ее, прошу ее поснимать для моего канала стрит-стайл в Нью-Йорке. Она говорит, ну, вот такое количество платьев на улице в одном кадре, снятом вот в короткий промежуток времени, вот в Нью-Йорке встретить невозможно. Но все равно она мне обещала, что когда закончится пандемия, и Нью-Йорк как-то все-таки придет в норму, оживет, она поснимает. Я буду очень благодарна. Ну, вот вы видите, да. Ну, просто каких только платьев не увидишь. И практически все с белыми кроссовками. Причем независимо от возраста, комплекции и, я бы сказала, даже стилистики выбранных нарядов. Сумки марка Джейкобс, я вам говорила, что очень популярны в Петербурге. Чем больше я снимаю стрит-стайл, тем больше я это понимаю. И получается, что я со своими сумками попадаю под всеобщее, всеобщее увлечение. Красота. Видите, девушки все видят, видят прекрасно, что я их снимаю. И никакого скандала не устраивают. Видели кроссовочки. Джинсы. Обожаю своих героев стрит-стайла. Можно сказать, признаюсь им в любви. Мне очень нравится снимать именно такие, знаете, сценки из жизни. Образы, конечно, тоже очень интересно снимать. Да, я думаю, что тем, кто не живет... Видите, сетка прозрачная у нее. Тем, кто не живет в Петербурге или в России, я думаю, интересно посмотреть, сравнить. И я хочу призвать других блогеров тоже поснимать стрит-стайл. Собственно, я уже многим об этом говорила. Мне кажется, что чем больше будет стрит-стайлов из разных точек мира, тем будет просто вообще интереснее все это смотреть. Снимать стрит-стайл, с одной стороны, сложно, с другой стороны, просто. К этому можно приспособиться, научиться. И какие-то определенные приемы для съемки, выработать. Монтаж, конечно, занимает некоторое количество времени, потому что в кадр, скажем так, входит очень много лишнего, которое потом надо вырезать. Но все равно монтировать такие ролики приятно, скажем так. И интересно, очень интересно. Я своих героев как бы вижу несколько раз. То есть сначала я их снимаю, потому что я должна выбрать, на кого направить камеру, на какую часть улицы, дороги. И мне нравится, что люди реагируют совершенно спокойно на то, что их снимают. Потому что в основном, в основном, я хочу сказать, что процентов 70-80, ну, как-то видят это. Ну, или попадают как-то случайно люди в кадр. Иногда я даже их и не снимаю, но они, например, просто выныривают откуда-то. Ну, и напоследок, дорогие друзья, я показываю вам девушку элегантного возраста, которая очень смело одевается и гуляет по Невскому. Что я могу сказать? Молодец! Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилась моя прогулка по Питеру с модным уклоном. С нетерпением жду ваших отзывов, ваших комментариев, лайков, дизлайков, репостов этого видео. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока! Пока!